Здравия, друзья! С вами Шевченко Александр, и это очередное видео от Академии Счастья по улучшению качества жизни. Как обычно, я говорю о темах, которые помогают повысить осознанность, уровень счастья, уровень гармонии, потому что с этим все взаимосвязано. И, конечно, сегодняшняя тема тоже связана с осознанностью, то есть как быть осознанным здесь и сейчас. Потому что когда появляется осознанность у человека, и человек постепенно ее увеличивает, то все другое, оно тоже повышается. Потому что когда мы можем уделять внимание нашим настоящим моментам, то, что происходит с нами прямо сейчас, конечно же, мы делаем это наилучшим образом. Наверняка вы замечали, что когда находитесь в таком приподнятом состоянии, я его называю состояние потока, то все в жизни получается. Я, например, это неоднократно за собой замечал, что когда попадаю в такое состояние, то вот как оно само собой все складывается. Как будто и нету каких-то причин, что бы что-то не получилось. А когда наоборот состояние не потока, как бы вылетаешь из настоящего времени, то оно все как-то грузит, мешает, то есть не особо хочется что-то делать. И цель, конечно же, попасть в это состояние потока, чтобы быть здесь и сейчас в полном объеме, в полном формате. И я как раз помогаю людям попасть в это состояние. То есть за счет чего? За счет того, что мы вынимаем внимание из тех случаев, когда человек застрял в прошлом, путем их прохождения и рассматривания как есть, и возвращаем его в настоящее время. В этом помогает процессинг. То есть процессинг, он имеет две, скажем так, стороны. Это то, что касается объективных процессов, связанных с реальностью, когда я прошу человека посмотреть на какие-то объекты, дотронуться до них и взаимодействовать с ними. То есть это повышает управление человека, его общение и уровень обладания чем-то, то есть достижения чего-то. Это важные моменты, на мой взгляд. Второе – это, конечно же, субъективный процессинг, связанный с умом. То есть когда мы в уме находим какие-то случаи и проходим их один, два, три раза. Столько, сколько необходимо, чтобы оттуда исчерпать весь негативный заряд. И когда у человека происходит полное воспроизведение этого, он понимает, что все, что с ним произошло – это просто опыт. То есть ему не надо как-то себя положительно настраивать, это естественное состояние возвращается к нему само по себе. То есть у него возникает состояние принятия гармонии, состояние освобождения, релиза. И тогда мы заканчиваем на этом процесс. И так мы движемся по пути, по мосту к полной свободе до состояния, пока человек не станет полностью чистым, осознанным, счастливым. И это будет естественным состоянием, опять же, человека. Поэтому я говорю о восстановлении способностей. Способности к общению, способности справляться с проблемами, способности не совершать какие-то проступки, не иметь утаиваний. Способности справляться с извинениями. И, конечно, способностью не иметь фиксированных идей. Самая важная способность, на мой взгляд, появляется – это способность управлять своим умом. Когда человек может это делать, то ему ум просто, ну, как механизм. То есть он может иметь его, использовать его или не использовать, когда это не нужно. То есть когда мы хотим побыть здесь и сейчас, нам ум не нужен. А когда мы хотим произвести какие-то расчеты, то мы можем использовать ум как, скажем так, компьютер для того, чтобы эти расчеты сделать, а потом снова его не использовать. Поэтому я учу человека, как управлять своим умом. Если, друзья, вам это интересно, то вы можете написать, задать свои вопросы в комментариях под этим видео. Сегодня, в среду в 19.00, я сделаю прямой эфир, где подробнее расскажу о процессинге счастья и о том, как он работает. И, конечно же, если видео понравилось, то ставьте отметку «Нравится», палец вверх, подписывайтесь на мой канал и колокольчик для напоминаний о том, чтобы вы не пропускали новые видео и эфиры. И мои контакты в соцсетях будут под этим видео, так что вы можете мне легко писать, добавляться в друзья, я открыт к общению. На сегодня это все. Всем здравия и до встречи. Всего доброго.